привет всем кто меня смотрит в этом видео я хочу рассказать о мексиканских красавицах энциклия род энциклия входит семейство орхидийных и включает себя от 150 до 240 видов первоначально они считались части эпидендриума энциклия отличаются размерами и окраской у всех есть всегда бульбы формы которых бывают округлые овальные выпускающие от 1 до 3 листов листовые пластины узкие достаточно длинные зависимости от места происхождения разной степени жесткости цветонос появляется из верхушки псевдобульб бывает прямостоячим паникающим ветвистым количество бутона варьируется от нескольких штук до многих десятков отличая между формой и окраской лепестков и чашелистиков минимальная губа именно тот элемент на который базируется главное родовое отличие регулярных посадках этот вид орхидеи не нуждается в силу особенности строения у энциклии несмотря на большое количество почек в рост идет только одна этот вид орхидеи не капризен если ей установить благоприятное содержание главное требование к освещению следует учитывать что чем жестче бульбы и листья орхидеи тем в большом освещении она нуждается температурный режим допускается от плюс 13 до плюс 27 градусов поливает обильно во время активного роста теплой водой поскольку четкого периода покоя у растения нет то после цветения полив не отменяют орхидея продолжает расти но с чуть меньшей скоростью энциклия любит хорошенько подкрепиться удобрение в носе с каждым вторым поливом возможные трудности изменение цвета листьев у энциклии свидетельствует о недостатке или переизбытке освещения если света мало то листочки выглядят более темными слишком яркое освещение приводит пожелтению листовых пластинок замедление роста может быть вызвано нехваткой удобрений однако также возможен естественный перегрев развитие орхидеи отказ от цветения говорит о нарушениях температурного режима недостаточном поливе или нехватке свежего воздуха сейчас я хочу познакомиться со своей коллекции энцикли как и видите она мне небольшая находится с пяти видов поначалу приобретая первые два вида нет первый один вид следа я приобрела второй мне она показалась очень тяжелой так как она у меня не цвела и оттягивала цветение на долгие годы может по своей неопытности может из-за условия моих на балконе тогда у меня не было много орхидеи не было у меня на балконе такой высокой влажности которая стоит сейчас мне показалось она очень капризна но по по появлению первого цветоноса я более изучила этот вид и мне он показался не таким капризным и с каждым годом она у меня процветала с каждым годом она у меня радовала цветочками она пахла у меня на всю квартиру и по истечении этого времени я конечно набралась опыта и в том году куплены мною еще один вид он уже он налив красивую кругленькую бульбочку показал цветонос сейчас я потихоньку вас познакомлю с каждым видом я начну самой первой самой взрослой вы уже видите и и у него такая большая куртина это вот такой вид этого вида у меня два двух разных вариантов цветения это более темный темно-бордовый и следом вот этот который у меня находится с цветоносиком он более нежной окраски прозрастает этот вид в южной мексике центральной америки в колумбии на высоте 900 метров над уровнем моря температурный режим зафиксирован диапазоне от плюс 7 до 41 градуса это средний средний до крупного симпадиальный эпифит высотой до 60 сантиметров и несет цветонос длиной от 15 до 76 сантиметров цветки в диаметре от 3 до 15 сантиметров сильным приятным запахом он и вправду очень вкусно очень сильно пахнет он пахнет буквально на всю квартиру также у него как и у всех энциклей очень продолжительное цветение цветение до двух месяцев но также также долго они тянут цветонос этому цветоносу уже полтора месяца вот вот этот вид один из самых первых сейчас я познакомлю с видом который я купила прошлом году это вот такая красавица и встречается от мексики до коста-рика и обитающий на высоте до 1000 метров над уровнем моря относится крупным видом достигая полуметровой высоты при полуметровой ширине куста также длинные цветоносы несущие многочисленные соцветия цветы в диаметре до 6 сантиметров приятно пахнущие неприятно пахнущих энциклей нет вот буквально за год она у меня налила вот такую кругленькую красивую бульбочку и в пазухе листьев сегодня я заметила маленький цветоносик эти трещины это они были куплены вместе с ней это трещина и скорее всего последствия перекомки удобрения я жду от этого вида в будущем очень красивый необычный вид вот такие кругленькие буквы вот такие кругленькие бульбы они с возрастом увеличиваются с размера яблока и смотрится очень оригинально следующий вид это я считаю это самые два красивых вида из энциклей это энциклия мария и энциклия цитрина эти два вида у них одинаковая форма цветков размер также одинаковый до 7 сантиметров в диаметре но по уходу они довольно разные мария встречается все в северо-восточной мексике на высоте от 1000 до 1200 метров над уровнем моря я бы не сказала что этот вид очень капризные приобрела я его вот 3-4 бульбы пришел он ко мне и как видите он очень хорошо разросся при ярком солнышке при высокой влажности как вы видите находясь на блоке ну а этот вид этот вид очень капризен капризен тем то что летом он тяжело переносит жару больше 20 градусов он уходит спячку и просыпается при первых при первом холоде осенью этим он тормозит цветение и за все года которые у меня находится я пока к нему не нашла подход ну и не убила как вы видите бульбочки они растят по нарастающей но это очень миниатюрная энциклия цветет она по сравнению миниатюрности самого растения цветы огромные как я сказала до 8 сантиметров диаметре и очень вкусно пахнущие цитрусами запах очень сильные вот такая у меня красавица мексиканская красавица которая произрастает центральной и южной мексики на высоте от 1300 до до 2 2600 метров над уровня моря во влажных лесах влажность они все любят высокую без влажности конечно им тяжело существовать содержуя их как увидели по загорелым бульбочкам я их довольно ярко между просушками я их просушиваю содержу старой содержать как котлей удобряю как я уже говорила раз в месяц замачивая удобрение формулой 20 20 20 и опрыскивая в течение месяца зимой раз в неделю раза два в неделю кальция с со слабеньким удобрением и минеральными подкормками и летом нам это про и происходит намного чаще так как стоит жара орхидеи быстро просыхают я их подкормливаю чуть ли не через день опрыскивая с поливизатора еще хотела сказать про марию мария у меня цвела вот первый цветоносик вон там пазухи следующий и в новом росте там уже находится чехольчик процветет она у меня в конце мая в начале июля цветение она не очень тяжело по сравнению с этим видом который я вам про который я вам уже рассказала я еще давно ищу вид это один из миниатюрных ярких видов это энциклия виталина у нее огненные цветочки цветы небольшой формы она также холодного содержания и говорят очень капризно в уходе как энциклия думаю каждой орхидеи мы потихоньку и постепенно ищем подход и с хорошим терпением и с хорошей выдержкой мы его находим я думаю что скором будущем я я найду себе этот вид я приобрету это будет скорее всего последний вид куплены мной для этой коллекции вот все что я хотела вам рассказать про эту свою коллекцию спасибо большое за просмотр до скорых встреч до свидания